Температура на Чайдинском месторождении может опускаться до минус 60, но нам повезло. Сегодня всего лишь минус 20, хотя уже через пару дней обещают резкое похолодание. А это значит, что уже через полчаса на улице мерзнут руки, ноги практически невозможно разговаривать. Представьте, ближайшая автомагистраль и железная дорога в тысячи километров отсюда. Связи нет. Работать в таких экстремальных условиях все равно, что на другой планете. А газ, то есть топливо, энергия, тепло, по сути, деньги здесь на глубине двух километров. Чтобы его достать и использовать, нужно было построить мини-город-завод. «Сила Сибири» — это уникальный проект в мировой энергетике, где пересекаются передовые технологии добычи, переработки и транспортировки природного газа. Весь опыт, накопленный за десятки лет, «Газпром» вложил в это производство. За бесперебойные поставки топлива и за его качество отвечает автоматика с российским софтом. Глаза, мозг и сердце промысла — главный щит управления. Тысячи-тысячи датчиков, сотни тысяч кабелей проложены, чтобы вся информация стекалась именно сюда. Резервирование обязательно. То есть если для работы нужен один насос, то их как минимум три. То есть один всегда в работе, два в резерве. Даже либо один в ремонте, один в резерве, третий в работе. Тут контролируют все, что происходит в каждом цехе, на каждом метре газопровода. Дистанционно можно островить или поднять давление, температуру, обесточить оборудование и отрегулировать работу насосов. Управляют скважинами, которые находятся в 10 километрах отсюда. Все скважины наши эксплуатационные оснащаются комплектом подземного оборудования. На некоторых есть интеллектуальная составляющая с системой постоянного мариторинга, распределения давления и температуры по стволу скважины. Благодаря автоматизированной системе управления в реальном времени видно, что происходит и на производстве. То, что в цехе не души – верный признак. Все работает как надо, а газ поступает на поверхность под нужным давлением. Малолюдные технологии, которые активно сейчас вводятся в нашу отрасль. Человек нужен здесь для того, чтобы только наблюдать, фиксировать какие-то внешние неисправности. Все остальное мы видим с главного счета управления. Таежная глушь и суровый климат без малолюдных технологий никак. Эти места 4 века назад покорил землепроходец Ерофей Хабаров со своим отрядом. И все. Потом люди сюда не добирались. Слишком сложно. Пока этот негостеприимный край не заинтересовал советских геологов. То, что на востоке Союза много алмазов, золота и других полезных ископаемых, знали. Оставалось выяснить, есть ли на этой земле ископаемое топливо. Насколько Сибирь мало заселена людьми, настолько же она богата природными ресурсами. Ковыткинское и Чаиндинское месторождения обнаружили еще в 80-е годы 20 века. Но тогда до их освоения дело не дошло. Одна страна рушилась, вторая еще не появилась. Но и в 90-е годы молодой России было не до грандиозных строек на краю цивилизации. Только в начале 2000-х здесь проводят мощную геологоразведку. Тогда-то и понимают, что в якутских и иркутских недрах скрыты колоссальные запасы ресурсов. По последним оценкам, Чаиндинское месторождение обладает запасами 1,2 миллиарда кубометров газа и почти 62 миллиона тонн газового конденсата. Ковыткинское месторождение обладает запасами 2,7 миллиарда кубометров газа и 90 миллионов газового конденсата. Развивать инфраструктуру в таком месте казалось рискованным. Для Сибири объемы газа избыточны, а до традиционных покупателей в Европе слишком далеко. Но интерес проявил сосед с Востока. В 2014-м «Газпром» и китайская национальная нефтегазовая корпорация заключили соглашение на поставку газа из России в Китай на 30 лет и объемом 38 миллиардов кубометров каждый год. В сентябре 2014-го, уже через три месяца после подписания контракта, «Газпром» начал строить свою часть российско-китайского газопровода. Ей дали название «Сила Сибири». Это 3000 километров газопровода, который идет из России к границе Китая. Первый участок магистрали от Чиньдинского месторождения до Благовещенска построили за пять лет. Второй участок газопровода скоро начнут тянуть от Кавыктинского месторождения к Чиньдинскому. Одновременно строится китайская часть газопровода. 3300 километров магистрали на юг, к Шанхаю. Проекты действительно важные, потому что Россия с помощью «Силы Сибири» выходит на наиболее растущий рынок Китая. И здесь очень важно для России занять там долю. И крупные объемы пойдут именно газопроводом. До этого был контракт на поставку жирно-природного газа. Отдельные танкеры уходили и с Сахалина, и с Ямала туда. Но вот как раз большую долю мы займем именно при помощи «Силы Сибири». Решение по восточному маршруту принимали на самом высоком уровне. Председатель КНР Си Цзиньпин обсуждал газовый вопрос во время своего визита в Москву. В России и в Китае стройка началась синхронно. В Якутию и Амурскую область привезли более трех миллионов тонн самых разных грузов. Гигантские трубы для магистрали отправляли по реке Лена. Для доставки оборудования под обустройство Чиньдинского месторождения на берегу специально построили причал. Вся страна участвовала в создании этого комплекса. Более 800 предприятий со всех концов России. «Сила Сибири» – один из наиболее технически сложных проектов «Газпрома». Здесь использованы передовые технологии и оборудование. Например, бесшовные трубы, по которым газ идет с низким сопротивлением. А значит, нужно меньше энергии для его транспортировки. При самом газопроводе это, соответственно, электроприводы автономные. Причем говорят, что они будут работать по 20 лет. То есть это достаточно долгий срок. Это, соответственно, специальные антикоррозационные покрытия из композитных материалов, которые позволяют трубе лежать достаточно долго. Это проходка вот тех сложных мест. То есть там всякие понтовые переходы и так далее. То есть там много, на самом деле, инженерных решений, которые пришлось подстраивать под конкретную местность. Строители очень бережно подходили к укладке труб через лесные и речные территории. Одной из сложнейших была задача проложить две нитки газопровода через Амур. Основную и резервную трубы пустили под рекой по тоннелю на глубине 18 метров. Китайские энергетики тем временем прокладывали путь для российского газа у себя. За их успехами в Поднебесной следили не меньше, чем за работой «Газпрома». Это проект первого умного газопровода в Китае. С самого старта проекта Петра Чайна ставила задачу построить трубопровод с полностью цифровым управлением. В процессе проектирования и строительства мы применяли информационные, автоматизированные и интеллектуальные технологии. На обслуживание после ввода в эксплуатацию понадобится на 30% меньше персонала, что значительно повышает эффективность и рентабельность проекта. Работали в темпе социалистического соревнования, чтобы в декабре 2019-го встретиться на границе двух стран и уже по общей магистрали пустить углеводород на юг. Без преувеличения природный газ нужен Пекину, как воздух. Газопровод «Сила Сибири» насытит растущие аппетиты Китая. В Поднебесной за последние два года потребление природного газа выросло на 30%. Все потому, что правительство вынуждает производство и домохозяйство переходить с каменного угля на более экологичный вид топлива, чтобы снизить выбросы углекислого газа в атмосферу. Все мы знаем, что сегодня в городах, в крупнейших мегаполисах Китая очень сложная обстановка экологическая. Зачастую там именно из-за содержания вредных примесей в атмосферу ограничивается рабочий день. У школьники не идут в школу, там дети в детский сад, потому что пытаются переждать вот эти вот негативные моменты. Газ, который только что извлекли на поверхность, на экспорт не годится из-за посторонних примесей. Его нужно избавить от твердых частиц воды и потом пропустить через несколько других фильтров. В этом цехе довольно тепло, но вот видите здесь на трубе слой наледи. Там внутри при температуре минус 28 градусов из природного газа выделяют газовый конденсат, то есть жидкий нефтепродукт, по сути, бензин без присадок. Его отправляют в отдельное хранилище, а чистый газ идет дальше на следующий фильтр. Якутский природный газ уникален. В его составе есть гелий, побочный продукт на вес золота. У нас на установке комплексной подготовки газа имеется еще и установка мембранного выделения гелевого концентрата. Будет предусмотрено подземное хранение гелия. То есть у нас здесь строительством есть скважина, в которой гелий будет закачиваться. У России есть все шансы стать мировым лидером по поставкам гелия. Его активно используют в медицине и ракетно-космической отрасли. Но первоочередная цель – метан. «Газпром» ведет с китайскими партнерами переговоры по строительству еще одного газопровода «Силы Сибири-2» или «Западного маршрута». Раньше Китай наставил на том, что газопровод должен пройти через западную границу России и Китая. То теперь обсуждается вариант, что можно и даже через Монголию пустить его транзитом. Настолько заинтересованность Китая в российском газе возросла. Важное звено «Силы Сибири» – Амурский газоперерабатывающий завод, один из крупнейших в мире. За последние почти 50 лет в стране подобных проектов не реализовывалось. Но, собственно говоря, такие проекты никогда не реализовывались ни в Советском Союзе, ни в России по такому масштабу. Потому что сравнимый по масштабам завод подобного род был построен в Советском Союзе, в Оренбурге. И он объёмом 38 миллиардов в переработке газа, здесь будет 42 миллиарда. Это даст возможность не только развивать газовые отрасли, но и создаст условия для строительства ещё одного крупнейшего завода и в стране, и в мире – газохимического завода, где тоже будут работать десятки тысяч людей на строительстве, а потом большое количество людей при эксплуатации самого предприятия. Это даст возможность нам расширить газификацию, не только выполнить наши обязательства по экспорту, но даст возможность расширить газификацию Якутии, начать газификацию Амурской области. Здесь сегодня практически ноль. Завод начнёт извлекать из природного газа бутан пропан и гелий в 21-м году. Уже сейчас сила Сибири – одна из самых крупных систем транспортировки топлива в мире. 38 миллиардов кубометров газа, который будет получать Китай, для России равняется четырём сотням миллиардов долларов. И два месторождения – Кавыгтинское и Чиньдинское, или как ласково его называют геологи и газовики – Чиньда. Что-то вроде материальной основы этого крупного контракта между двумя странами. Василия С勾ирен, See you! sentи już по 증 Skod ПутинCOミ Субтитры создавал DimaTorzok